Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня у нас будет видео с итогами прошедшего месяца, парфюмерными итогами, скорее всего, наверное, такие видео я всегда буду выпускать в таком формате, то есть в кадре мне не будет, буду показывать вам флакончики, потому что чаще всего такие обзоры о покупках я снимаю такими постановочными видео, я нахожусь в кадре, и я, конечно, стараюсь более детально, приближенно вам показать ароматы, но тем не менее, все равно это не настолько, насколько бы хотелось, поэтому, чтобы сегодня вы насладились прям флаконами, посмотрели их более подробно, я вам сегодня покажу в таком формате, и вы, кстати, мне напишите, нравится вам такой формат, если, допустим, я такие итоги месяца буду снимать вот так, или лучше, чтобы я была в кадре, в общем, ждут вас обратной связи, или пишите, если вам, в принципе, нравится и так, и так, то я тогда буду чередовать. В общем, давайте приступим, покажу вам все, что я купила в этом месяце, все свои парфюмерные новиночки, а скажу единственное, что я не буду вам показывать ароматы от бренда Parfum Constantine, почему? Потому что я снимала отдельные обширные видео каждой линейки, и часть еще видеороликов выйдет, поэтому там я более уже подробно рассказывала о каждом аромате, поэтому я показывать здесь не буду, покажу вам тут в основном у меня люкс, ниша, ну и, в принципе, бюджетные ароматы также есть. Давайте приступим, все более подробно, детально вам покажу, расскажу вкратце, это, знаете, как такое видео уже подведение итогов, посмотреть, что я купила, в каком количестве, в общем, давайте приступим, здесь вам это видео понравится. Первые два аромата, наверное, покажу вам прямо вместе, потому что это один бренд, это у меня персидское золото, и это роза Галор, а роза Галор у нас, понятно, что аромат на тему розы, я вам рассказываю, что это такая карамельная розочка, действительно, в старте она вроде свежая, но потом становится более карамельной, такой яркой, на сырке. По поводу дизайна, девчонки мне писали, что сейчас дизайн немного другой, да, девочки, а у меня такой флакон, он имеет, видите, такой полупрозрачный, и потому что у меня это версия 19-го года. Сейчас ароматы, которые выходят новинки уже, ну, как я имею в виду, последние выпуски, у них уже флакончик более такой насыщенный, более матовый, в том плане, что он не такой прозрачный. Это у меня версия 19-го года, вот, как бы, такая версия была в 19-м году. Я тоже очень заинтересовалась этим, просмотрела много разной информации и нашла ответ на свой вопрос. Следующий аромат, это у меня персидское золото, это для меня аромат на тему сухофруктов, здесь есть пудра, он такой мягкий, обволакивающий, очень мне нравится. Действительно, даже я ощущаю, как будто бы рахат лукум, вот есть такая вот прям, вот именно этот рахат лукум в сахарной пудре, сладкий, обалденный, еще здесь персики. Я слышала такие комментарии тоже, что, так как аромат называется золото, что есть ощущение какого-то металла, нет, я, к счастью, этого не ощущаю, для меня это просто сладкий, такой восточный, приятный аромат. Но восточный, он, в принципе, больше, наверное, такую на европейскую тему, в том плане, что он не прям какой-то насыщенный, перенасыщенный, приторный, приятный. Следующий аромат, это, конечно же, мчужина моей коллекции, это у меня Жан-Поль Готье Лабель, я очень хотела этот аромат, он у меня появился, чему я безмерно рада, это невероятно красивое оформление, такое ожерелье, красивый силуэт. Что касается аромата, я его уже поподробнее разносила, на старте, когда наношу его на себя, я ощущаю прям такую сочную грушу, и знаете, у меня на старте даже чем-то напоминает дикие груши от Монталь, потому что я ощущаю также здесь какие-то специи, что-то наподобие корицы. Корица также присутствует, что-то наподобие корицы, гвоздики, потому что я знаю, что, в принципе, эти ноты, по крайней мере, гвоздика содержатся и в аромате от Монталь, там, кстати, она мне мешает этим. Здесь как бы нет, потому что композиция такая с немного восточным уклоном, как бы здесь это свойственно, такое звучание. В общем, на старте сначала сочная груша, а потом это немного специи, и со временем аромат заслачивает, становится такой более сладкий, гурманский, в нем действительно какие-то ореховые такие аспекты, приятные такие орешки, именно тоже уходящие во что-то такое, восточные сладости, но приятные. Он сладкий, но не зубодробительный, не будет слишком вас напрягать, то есть умеренная такая сладость, приятная, но однозначно из направления таких сладких гурманских. Так, следующее, что у меня появилось, это вот такой вот красавчик от Мюглер, это у меня аура в туалетной воде, значит, у меня она пришла в подарок по программе Мюглер, программа лояльности. Такая красота, мне нравится, в принципе, как туалетная, так и парфюмерная вода, но туалетная вода нравится больше чем тем, что она более сочная, здесь больше ощутим ревень, вот эта вот зелень, то есть присутствует больше сочности, меньше сладости, потому что в парфюмерной воде все-таки больше сладости, немного даже как-то придавливает в нее периодически эта сладость, здесь как бы такая зелень, сочность, и с ним не нужно так танцевать с бубнами, как с парфюмерной водой, потому что парфюмерная вода лучше звучит во влажном периоде, то есть во влажной какой-то среде, то есть это дожди, то здесь такого не надо, здесь он вместен будет и в жару, в принципе, очень даже. Так, следующее, что у меня появилось, это два аромата от бренда Лолик. Так, первый это у меня Лолик Лямур, красивый аромат, такой, знаете, пионисто, бело-цветочный, то есть я ощущаю здесь и белые цветы, и как будто немного горденья, немного жасмина, то есть это прям такое бело-цветочное направление, но при этом композиция недушная, то есть обычно белые цветы дают вот ощущение вот такой вот перенасыщенности, душноты какой-то, неправильно, в общем, душный, удушливый даже аромат, чаще всего там, где присутствуют белые цветы. Здесь это все присутствует, но аромат такой воздушный, полупрозрачный, в принципе, если вы любите цветочные ароматы, то он вам понравится, это прям весна во флаконе, на мой взгляд, но весна во флаконе такая какая-то девичья, знаете, если даже вы побаиваетесь цветочного направления, то есть как вам нравится, но иногда вас такие ароматы поддушивают, то к этому можете присмотреться, потому что он максимально такой легкий и воздушный. Следующий аромат тоже от бренда La Lique, это у меня Азалия, Азалия, Азалии, Азалии скорее всего. Этот аромат у нас очень похож на Гуччи Раш, потому что это такие же персики, сладкие персики, только здесь аромат как будто более воздушный, то есть в Гуччи Раш персики эти более плотные, более насыщенные и даже периодами монотонные, и иногда у меня начинает даже болеть голова, если я слишком переборщу этим ароматом, то этот более воздушный, но на тему персика. Интерпретация, можно сказать, на тему Гуччи Раш, что очень тоже приятно и меня порадовал. Так, следующее, это тоже моя такая хотелось, знаете, я прям в январе оторвалась на свои такие желания, много приобрела того, что очень хотела, и я поняла, что я даже, наверное, уже, наверное, половину вишлиста точно осуществила за январь, поэтому в феврале я приторможу, и уже такого количества покупок у меня не будет, потому что, в принципе, вишлист уже почти подходит к концу. Это у меня Киллиан, это инжир, мне он очень нравится от аромата, в принципе, не так давно вам рассказывала о нем, это такой мягкий молочный инжир с такими пудровыми аккордами, он приятный, он красивый, но немного манче в том плане, что он может показаться таким, ну, инжир, вроде зеленый такой аромат, но, тем не менее, в нем есть плотность, вот эта пудра может немного придавить, поэтому советую его носить лучше в прохладу и, наверное, перед покупкой тестировать, но звучит он очень стильно и красиво. Так, следующая тоже моя такая парфхотелочка, это у меня Тиффани, версия Intense, безумно я хотела этот аромат, это красивенные ирисы, красивенная такая пудра, миндаль, он такой обволакивающий, он такой красивый, здесь и миндаль, вот такая, знаете, даже как будто немного-немного присутствует цианидность такая, и красивенные такие ирисы, шикарные, просто шикарные, действительно, аромат невесты, я бы даже сказала, но при этом он достаточно яркий, знаете, в своем направлении пудровых ароматов он достаточно яркий. Еще, в принципе, аромат на тему миндаля тоже схожий, это прям последняя моя новинка, последняя уже покупка в январе, это у меня Castel Bajac, аромат называется Beautiful Day Intense, здесь тоже аромат на тему миндаля, но, знаете, наверное, именно классическая, наверное, версия больше, на такую просто ярко выраженную, даже, можно сказать, монотонную тему миндаля, то вот эта версия более многогранная, здесь есть сладость, знаете, вроде есть и пудровость, но в то же время есть приятная такая сладость, даже как будто какая-то гурманская, я бы сказала, ощущение немного гурманики, он красивый, но в то же время здесь есть красные ягоды, немного цитрусов, Если вы любите такое направление, немного пудровое, такое мягкое, но при этом, чтобы это было не просто пудра-пудра и больше ничего, а именно, чтобы были немного гурманские аспекты, но в то же время, чтобы аромат был воздушный, не переходил вот грань такого гурманско-съедобного, то очень даже, знаете, мне даже, честно говоря, сложно описать этот аромат. Он просто звучит вкусненько, но приятно. Вкусно, но на грани, чтобы не перейти, как бы уже эту грань и не стать просто съедобным. Интересный, советую попробовать, потому что ароматы эти недорогие этого бренда, но очень даже интересненький. И, знаете, такие повседневные в хорошем смысле, что они уместны в любой ситуации и довольно носибельны. Следующий аромат у меня это чистый мед от Ким Кардашьян, я про него тоже рассказывала, красивенный флакон. По аромату я скажу сразу, что, в принципе, меня не впечатлило настолько, что прям вау, но аромат приятный. Он для меня пахнет какими-то уходовыми средствами с ароматом меда, вот наподобие, как я вам рассказывала в Арифлейн, по-моему, еще есть эта линейка с медом. Вот что-то схожее. Есть в нем какая-то такая, знаете, восковая составляющая, прям вот ощущение воска и приятный мягкий медовый аромат. Больше он звучит как уходовое средство, то есть какой-то яркости, прям многогранности в нем нет, но, знаете, такой аромат для себя очень даже неплохо. Следующая композиция тоже, кстати, из моего виш-листа, это у меня Герлен Аквалигории Пассифлора. Это подарок, это подарок от Хадижат. Хадижат, ты меня смотришь, огромное тебе спасибо. Я его очень хотела, этот аромат, этот аромат был у меня в виш-листе. Это сочные цитрусы. Знаете, сочетание прям вот и грейпфрута, и мандарина, и лимона, все это вместе. И со временем, знаете, когда наношу на себя, сначала он такой сочный, потом он как-то немного усаживается, и как будто бы все эти цитрусы, фрукты заслащиваются немного. Но это не переходит в какую-то такую банальную, знаете, компотистую историю, просто цитрус становится слаще, и, знаете, он даже претендует на звание того, чтобы стать лучшим цитрусовым ароматом в моей коллекции, по крайней мере, на данный момент, из того, что у меня есть. Следующий аромат, тоже подарочек от Ходижаб, вот такой вот остаточек, это Джо Малон, пион из замши, я очень хотела этот аромат, у меня есть от Ливан, это действительно красивый пион, и мягкая-мягкая замша. В принципе, как он и называется, так он и пахнет. Вот тоже появился, мне, в принципе, этого остаточка хватит надолго, потому что у меня еще есть от Ливан, поэтому покупать пока не буду аромат, я имею в виду обновлять флакон. Следующая композиция у меня, это аромат, который я купила вслепую, это у меня Омни от Булгари. Это классическая Омни, и что могу сказать, вот по итогам вообще носки этого аромата, для меня это Омни Кристаллайн, в который добавили корицу и специи, а немного гвоздички даже. То есть, на старте он такой восточный, яркий, потом начинает это все утихать и проявляется база классического аромата, вот именно Кристаллин. Но, опять же, яркость, знаете, это не чересчур такая какая-то сильная яркость, то есть аромат все-таки вроде как с восточными мотивами, но звучит по-европейски. Поэтому, если вы хотите что-то такое восточное, немного специевое, но на европейский лад, не переборно, не уходящий совсем в восток, то это ваш вариант. То есть специи здесь звучат очень умеренно, стойкость у него, кстати, небольшая. И следующие две новинки у меня вот такие вот от Бенетон, это тоже новиночки, которые ко мне приехали от Хадижат. Первый аромат вот такой вот зелененький, это у нас композиция на тему жасминами, кстати, про него спрашивали, что вообще могу про него сказать. Девчонки, это приятный аромат на тему жасмина зеленого, то есть есть сочность зелени в этом аромате, но жасмин здесь без индола, то есть он не переборно насыщенный. Он такой мягкий, зеленый, разбавленный такими какими-то зелеными, немного даже акватическими аккордами, приятный, миленький, пока вот я с ним так еще знакомимся мы, но в принципе меня аромат не отпугивает, хотя я жасмин не люблю. И второй аромат вот такой вот, он уже на тему такого более сладкого, здесь у нас роза, роза и фрукты. А, наверное, он мне чем-то напоминает Lovey Bell in Rose, потому что там малина, и здесь как будто тоже я ощущаю какие-то такие ягодные аспекты. Тоже, кстати, приятный, но он даже уже поярче, чем зеленый, то есть он прям такой сладенький, насыщенный. Но приятно, стойкость небольшая, я не скажу, что ароматы звучат прям как-то, ну, прям супер нереально, и такого я никогда не слышала, но очень даже миленько. Так, что еще хотим вам показать? Это такая бюджетная моя новиночка, это у меня Avon Turkish Rose. Я вам рассказываю, в принципе, когда получила этот аромат, я даже немного разочаровалась, потому что я услышала просто розу, ну, хотя, в принципе, чего можно было ожидать. Но потом, действительно, аромат на мне начал красиво очень играть, при раскрытии роза становится потише, и появляется, действительно, вот эта рахат лукумность, про которую все говорят, вот эта сладость, восточные сладости, очень приятная. Аромат держится на мне не менее 4 часов, то есть, в принципе, для Avon, мне кажется, стойкость хорошая, приятный, красивый аромат, но на прохладу. И, однозначно, яркая нота розы здесь есть, если вы абсолютно не любите розу, то, конечно, это не ваш вариант. Также я покажу вам сейчас два аромата, наверное, какой-нибудь один из них достану, это у меня бабочки, хана и море, они у меня стоят в коробочках, потому что, в принципе, флаконы одинаковые, и так мне как-то проще доставать. Здесь у меня туалетная парфюмерная вода, и мне безумно нравятся коробочки. А что могу сказать по этим ароматам? Сейчас вам покажу флакончик. Вот так вот выглядит флакончик, такое крыло бабочки. Ароматы мне эти очень нравятся, я вам говорила, что мне они напоминают Иланг Эн Голд от бренда Миколев. Это действительно Иланг, это немного кокоса, и все это с такими фруктовыми аккордами, ягодными, здесь и клубничка, ежевичка, очень мягкие, очень нежные. Кстати, девчонки, эти ароматы появились на Натина, поэтому, если хотели заказать, обратите внимание, очень женственные, красивые, мягкие, волакивающие ароматы. И вот кто попробовал ароматы после моего совета, эти все остались, девчонки, в восторге, и я на данный момент, по крайней мере, не получила ни одного негативного отзыва на эти ароматы, все в восторге. И, наверное, последнее, что вам покажу, вроде я все принесла, если не ошибаюсь, это вот такие вот новиночки у меня от бренда Vigi Parfum. Здесь у меня лаванда Unicorn, которая мне безумно понравилась, я просто теперь сплю и вижу этот аромат, поэтому, когда у меня закончится этот ароматик, обязательно приобрету себе полноразмерный флакон, очень хочу. Классная лаванда, обалденная, такая лаванда гурманская, я бы сказала, безумно приятная. Blackjack, аромат на тему кожи и немного такого алкоголя мягкого. Далее у меня аромат Майот, это композиция на тему шампанского, уходовых средств, такого беззаботного настроения, немного ягодок, фруктов, тоже обалденно. В принципе, тоже отдельное видео у меня было об этой линейке и Rich. Аромат на тему такого, знаете, мягко, он такой мягко кожаный, при этом есть здесь приятная такая розочка, немного сандала, мяты и аромат очень такой спокойный, очень такой уверенный, действительно аромат какого-то такого спокойствия, аромат уверенности в завтрашнем дне, в общем, нравится, обалденный. Вот, такие вот ароматы, во всем вам рассказала, вот эти новиночки появились у меня в январе месяце, для кого-то это может быть покажется очень много, для кого-то мало. Я считаю, что, наверное, многовато и надо чуть-чуть обороты снижать. И вот, пишите совпечатления по поводу этих ароматов, что вам нравится, что нет, с чем знакомы, с чем нет, будет очень интересно. А я с вами уже прощаюсь, всем прекрасного настроения, всего самого-самого лучшего. И встретимся с вами совсем-совсем скоро, и пока-пока!